Здравствуйте, меня зовут Александр Кондрашов, я представляю Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Профсоюз «Учитель» выступает против повышения пенсионного возраста, потому что это угрожает правам учителей. После 25 лет педагогического стажа учитель может выйти на досрочную пенсию по текущему законодательству, так как это вредные условия труда и скорость эмоционального износа учителя выше, чем на какой-то невредной работе. По новому закону учителям предлагается получать льготную пенсию через 25 лет стажа, но при этом ожидая еще 8 лет. То есть можно проработать 25 лет, а потом еще 8 лет ждать этой льготной пенсии и выйти на нее через вот этот срок. Это вообще звучит как-то абсурдно и непонятно. То есть если это льготная пенсия, и это сохраняется вредность условий труда, почему нужно ждать еще 8 лет? Если человек уже отработал, уже, так скажем, износил свое здоровье, к сожалению, в том числе и психическое, особенно это связано с тем, что большинство учителей в России работает с значительными перегрузками, если по нормам считается, что учитель должен вести 18 учебных часов в неделю, потому что остальное время он проверяет домашние задания, готовится к урокам, заполняет журналы, участвует в педагогических советах, то по факту большинство учителей в России работает 25-30 учебных часов в неделю. То есть реальное рабочее время получается никакие не 36 часов сокращенной рабочей недели при вредных условиях труда, а реально мы считали, получается и 60 часов и более. И, соответственно, в таком режиме предлагается после 25 лет работы, 8 лет еще то ли работать еще дальше в школе, то ли работать где-то еще и потом уже выходить на эту как бы льготную пенсию. Ну, это звучит совершенно абсурдно. Процесс учитель возник в 2010 году. В него вошли те учителя, которые не были удовлетворены текущим положением вещей и поняли, что у них нет какой-то легальной возможности защитить свои трудовые права, так как самый эффективный способ защиты трудовых прав – это коллективные действия, да, а не индивидуальные, то вот была избрана такая форма профсоюза. Ну, те, кто входят в наш профсоюз, они считают, что, в том числе и я, что другие профсоюзы, существующие в образовании, они неэффективны, и они не позволяют людям защитить свои права, занимаясь вместо этого какими-то другими вопросами. Профсоюз межрегиональный, то есть у нас есть организации в значительном числе регионов нашей страны от Приморского края до Санкт-Петербурга, и Краснодарский край, и многие-многие другие регионы. В Санкт-Петербурге наша организация участвовала в компании в защиту издательского полиграфического техникума, который все-таки не удалось защитить от присоединения к строительному техникуму, но, тем не менее, коллектив сохранить удалось, и полного распуска и ликвидации, которая ожидалась при вот этом слиянии, ее, к счастью, не произошло. Ну, также посадочитель участвовал в компании по защите музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где хотели посадить директора в тюрьму, за то, что он учил детей и взрослых людей музыки, вот, удалось это отстоять, вот, и мы, конечно, сейчас для нас один из актуальных вопросов – это то, что в Санкт-Петербурге не оплачивается работа на ЕГЭ учителей, и, соответственно, сейчас для нас это один из приоритетов, но, конечно, мы ждем прибытия новых членов, новых активистов, потому что чем будет нас больше, тем эффективнее мы сможем справляться вот с проблемами, которые существуют в Санкт-Петербурге. Ну, лично я, когда вступил в профсоюз, в моей школе уже была организация, тогда я жил в Москве, и через это я уже вошел в этот процесс, но я просто понимал, что профсоюз необходим для защиты прав. Вот, конечно, ситуация, когда еще нет организации – это всегда некий вызов, да, потому что нужно что-то создать как бы с нуля, но просто других вариантов нету, потому что можно, конечно, бесконечно судиться, судиться, пытаясь отстоять свои права, которые даны нам законом, но которые работодатель не хочет уважать, в том числе, например, как ситуация оплаты ЕГЭ, когда это требуется по закону, но во всем городе тысячам учителей ничего не платят, или платят из стимулирующих выплат, хотя они не для этого предназначены. И как бы эта зарплата отбирается у других учителей. Соответственно, единственный способ в рамках нашего российского права – это профсоюз, когда вы можете отстаивать коллективно свои интересы, можете заключать коллективный договор с работодателем и так далее. Поэтому, с одной стороны, конечно, это какая-то дополнительная нагрузка, учителя и так перегружены, профсоюзная работа, но другого варианта нет, иначе мы всегда будем бесправными, и наши возможности будут только ухудшаться, зарплата будет понижаться, а количество работы будет только возрастать. Мне кажется, это уникальный шанс для нашего общества, когда есть действительно настоящий консенсус среди большинства жителей страны, что эта реформа совершенно недопустима, и что ее принятие является просто ударом по всему населению. Мне кажется, здесь никакой дискуссии реальной нету, все работники с этим, в общем-то, согласны, поэтому есть шанс повернуть ситуацию вспять, и для этого просто нужно не бояться выражать свое мнение, выражать его не на кухне, а выражать его на улицах в рамках компании, выражать его какими-то другими способами, в том числе объединяясь в профсоюзы, и не нужно этого бояться, мы все против пенсионной реформы. Давайте просто об этом скажем, выйдем в том числе 16 сентября в Санкт-Петербурге, в других городах, в другие даты, очень важно не молчать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!